Число банкротств физлист в России сейчас находится на абсолютном максимуме за всю историю существования этого законного механизма защиты от кредиторов, то есть с 2015 года. С января по ноябрь 2018 эта процедура была инициирована в отношении почти 37 тысяч россиян. Таковы данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по оценкам экспертов, далеко не всегда это добросовестные должники. Зачастую процедуру реабилитации, избавления от долгов и проблем проходят совсем не бедные люди. Только услуги арбитражного управляющего и юристов за банкротство, что называется, под ключи, начинаются от 100 тысяч рублей. Люди могут избавиться от несостоятельности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по разным жизненным обстоятельствам и вернуться в условно нормальную жизнь. Для этого этот институт и существует. Мы по практике видим, что есть очевидные случаи злоупотребления правами. И, по сути, ты никак не можешь исправить эту ситуацию. С инициативы изменить права потенциального банкрота вышел Верховный суд. Он поставил под вопрос базисное положение – иммунитет единственного жилища. До сих пор, по закону, даже если это был пятиэтажный особняк, включить его в конкурсную массу и продать на торгах не было шансов. Если у должника действительно огромная квартира, в которой, например, живет один, она находится у него в собственности, почему закон охраняет его от возможности, например, реализовать эту квартиру, купить ему более компактное жилье и выплатить кредиторам их, собственно, за должность. Потому что должник же должен его каким-то образом обеспечивать, платить электричество, отопление. То есть, чем больше это жилье, тем больше и расходы. И если у должника, например, который банкротится, имеются такие большие площади, значит, у него есть какой-то дополнительный доход, которым он закрывает вот эти свои проблемы. Впрочем, текст самого решения Верховного суда пока не обнародован. Поэтому неясно, предполагается ли выделение должнику какой-то части средств от реализации имущества для покупки минимальной жилплощади, либо нет. Однако, по оценкам экспертов, вектор на ухудшение жилищных условий должников с последующей реализацией единственного жилья и выплатами из этих средств кредиторам налицо. А это значит, растущая популярность Института банкротства физлиц в России может пойти на спад.